Товарищи, продолжаем работу Российского комитета рабочих. Перед тем, как начать обсуждение и доклад по второму вопросу, значит, у нас научные консультанты вместе с редакционной комиссией написали обращение Российского комитета рабочих к работникам ООО «Ногинский хлебокомбинат». Ну, потом также у него можем носить правки. Значит, обращение такое Российский комитет рабочих отмечает противоречащие Трудовому кодексу Российской Федерации действия собственника «Ногинского хлебокомбината», выражающиеся в задержке выплаты заработной платы на 3 и более месяцев, приеме на работу без оформления трудовых договоров, полной остановке производства. «Ногинский хлебокомбинат, основанный в 1929 году, пережил Великую Отечественную войну, но не может пережить «эффективных» собственников». В связи со сложившейся ситуацией Российский комитет рабочих рекомендует работникам «Ногинского хлебокомбината» 1. Организовать на предприятии первичную профсоюзную организацию с перспективой вхождения в Федерацию профсоюзов России 2. Совместно со специалистами Фонда Рабочей Академии разработать проект прогрессивного коллективного договора и начать борьбу за его заключение 3. При задержке работодателям заработной платы более чем на 15 дней работникам применять положение статьи 142 ТК РФ и приостанавливать работу с письменным уведомлением работодателя и обязательным посещением рабочего места во время приостановки работы до выплаты задержанных денежных сумм 4. Обратиться в органы Государственной трудовой инспекции и прокуратуры с заявлением о нарушениях на Ногинском хлебокомбинате трудового законодательства РФ 5. Коллективу хлебокомбината в лице профсоюзной организации обратиться в администрацию президента РФ с просьбой о национализации предприятия Значит, такое обращение Российский гимнед рабочих подготовил проект Ну, по итогу может, внесем еще какие-то правки в него Так, и переходим ко второму вопросу поездки В повестке у нас о борьбе за повышение заработной платы достойности рабочей силы докладчики Федин и Юсупов А почему не принять? А А проект Обращение к работникам Ногинского хлебокомбината Значит, предлагается принять за основу Голосуем, кто за то, чтобы принять это обращение за основу Против Воздержавшись Единогласно Значит, также по этому обращению можно вносить правки в редакционную комиссию чтобы потом принять в целом Андрей Анатольевич О втором вопросе Филин Андрей Анатольевич Город Королёв Зал МПП Мера Оператор Стантовщиков Так, а мы сейчас поговорим о борьбе за повышение заработной платы достойности рабочей силы Так, как Ну, сначала мы разберёмся, что такое заработная плата для глубины понимания этого вопроса Заработная плата – это цена, по которой работник продаёт свою способность к труду то есть рабочую силу Работодателям Работодателям У нас так принято говорить но лучше понимать в мозгу давно пора, что работа братель Это уже даже говорят у нас и в научных кругах многие выражают эту мысль Чем глубже понимаем суть вообще филистического производства тем это более понятно становится Но мы сейчас будем говорить по привычке так, для удобства работодателям Вот У покупателя То есть, так как покупатель у нас работодатель у него противоположные интересы с продавцом продавец то есть, это продавец рабочей силы то есть, работник да тот, кто работает работает и все это результат его труда забирается а потом он как-то пытается это выбить потихонечку там хоть сколько-то Вот И по объективным по этим причинам покупатель не заинтересован в повышении цены товара который он покупает поэтому питать надежду на то, что работодатель без давления со стороны организованных работников будет повышать заработную плату не следует более того, государство работодателям в котором мы сейчас живем то есть, при капитализме вот постоянно по средствам инфляции понижает реальное содержание зарплаты то есть, вытаскивает открыто из наших карманов в те крохи которые они кое-как и так отжилили нам все-таки дали а слуги работодатели постоянно нам подсовывают какие-то идеи там требования индексации но и индексация зарплаты это просто возврат ее на то прежнее состояние которое она была на плохое состояние в течение года она падает потом возвращается на это место и то это при условии если требование было какое-то если оно удовлетворено полностью а если не полностью то все-таки зарплата падает в любом случае в течение года падало-падало автоматически а потом просто еще и не вернули то что там как бы должны были вернуть соответственно требовать необходимо в соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации повышение на больший уровень чем съедает инфляция при этом необходимо добиваться приближения зарплаты к стоимости товара рабочей силы которая определяется стоимость товаров и услуг необходимых для данного для нормального воспроизводства работников и членов его семьи то есть все те материальные блага которые мы потребляем ежедневно нужны для воспитания наших детей для воспроизводства той же самой рабочей силы как любой товар который продается покупается в него его стоимость входит все что нужно потратить для того чтобы воспроизвести так же и для человека у нас есть производство предметов потребления а так же производство и самого человека без него не может быть и другого опыт передовых профсоюзов и коллективов которые организованными действиями ведут такую борьбу подтверждает правильность стратегии об этом свидетельствуют успехи федеральных профсоюзов а диспетчеров и других когда-то боевых коллективов ну некоторые говорят это бывает о том что вот это давно было или еще что то но я хочу сказать что мы вообще здесь изучаем вообще весь исторический опыт и профсоюзные деятельности и борьбы классовые там и все что есть прогрессивного в каком-то не было это профсоюзе когда это незначительно даже если бакинские промыслы возьмем вот Александр Сергеевич Казенов говорил какая-то девушка где-то нашла этот договор и хотят его издать вроде как мы его почитаем посмотрим может быть даже и оттуда что-то найдется прогрессивное и именно сегодня подходящее к нам да так что я не вижу никаких здесь ограничений потому что этот профсоюз был давно или он сейчас не такой или еще что это моменты прогрессивные они моментами и останутся их надо изучать и брать или не брать это уже наше дело вот а вот интервью и опыт который до сих пор передается опубликован в народной правде это можно в электронном виде посмотреть на фоне рабочей академии есть интервью президента федерации авиационных диспетчеров России в ПАД Сергея Анатольевича Ковалева и он очень популярно рассказывает что до сих пор передают опыт так как у некоторых профсоюзов есть такой момент что у них запал какой-то бывает они набиваются каких-то прогрессивных мер чего-то а потом потихонечку они вроде как начинают жить лучше и успокаиваются здесь в этом отношении они вот молодцы они обучают новых а тем более старые бывают работники уходят а с ними уходит и опыт и какие-то знания они вот это стараются все передать как я судя из его интервью и молодым ребятам всем своим и прям проводят и семинары и обучение и даже какие-то такие имитацию делают трудового спора с руководством они садятся на кресло руководства молодые ребята приходят с ними общаться по поводу они же знают все что говорит руководство они к слову в слову могут их осадить по всем вопросам а те должны будут это устоять это как закалка такая напоминает когда металл свет воду чтобы он стал крепче ну что то такое это очень важный момент передача опыта ну мы его тоже изучаем и здесь пытаемся по своему донести просто до коллективов и делаем вот рекомендации такие так же в свое время профсоюзная организация селушка завода форт модерс компания добилась прогрессивного такого пункта в коллективный договор как вот именно получилось отнести пункт повышение зарплаты инфляции плюс индекс там 5 процентов какой то сверх инфляции вот борьбу за это с активным применением коллективных действий необходимо развернуть по всей России так как без коллективных действий все таки это такие прогрессивные договоры они для нас конечно прогрессивные они прогрессивны конечно и для работодателя для любого собственника но они этого просто не осознают они так как к сожалению наша буржуазия современная российская по крайней мере тем более в силу своей специфичности так как она вышла из более совершенного формы общественно экономической формации просто как бы взяв не свое и они к этому относятся как к не своему и они им хоть на металлолом это продать выгодно хоть там как то развивать вот их нужно то есть без коллективных действий к сожалению все наши здесь рекомендации силы не будут иметь вот мы сильны только вместе в трудовых спорах работники и профессиональные организации порой поддаются на обман собственников менеджмента и правительства которые ссылаются на мировой экономический кризис и трудные финансовые обстоятельства это недопустимо так как им всегда тяжелее всех распределять ресурсы чужого труда результаты чужого труда которого всегда мало и не хватает на лишнюю яхту остров замок или пару лишних престижных квартир ну это для самых скромных там может быть и квартирами обходят поддаваться на такие уловки просто недопустимо кризис это такая уже многолетняя ширма многолетняя какая-то это плод в кризис у нас в кризис становится все больше и больше миллионеров миллионеров да скорее всего из-за того что у нас цены разу зарплаты падают это как-то больше сходятся просто математически вот в трудовых спорах приближение зарплаты к стоимости рабочей силы на основе снижения затрат цен и тарифов под воздействием научно-технического прогресса то есть требует через коллективный договор так как без коллективного договора тоже никак требовать требовать можно как люди говорят можно пойти конечно десятиром сотни пойти но это может быть как-то будет иметь какой-то эффект просто зафиксировать этот результат будет сложно его тем более потом контролировать вот так что через коллективный договор все делается обновление оборудования улучшение условий труда сокращение рабочего дня на два часа поэтапно за два года здесь два часа вот эти мы я буду пересекаться наверное где-то с другими предыдущими докладчиками потому что все равно у нас очень много пересекается это у нас все-таки научно такие труды берем оттуда все это все производится не просто из головы расчеты делаются научными консультантами и так далее и так как это наука это система знаний мы не для красоты слов а может быть будет пересекаться а так здесь самый простой вариант когда на два часа сокращаем рабочий день при той же зарплате у нас час труда вырастает правильно вот это все очень просто объясняется также подготовка кадров нужно внести в колодоговор пункт о повышении квалификации за счет организации что даст рост производительности труда и будет высвобождать свободное время главная проблема при повышении зарплаты состоит в том как реализовать механизм приближения зарплаты к стоимости рабочей силы трудовое законодательство осложняет проведение забастовок но не отменяет их надо шире использовать коллективные действия которые позволяют достичь поставленной цели ну вот здесь об этом уже говорили то что без этих действий никак просто повторяем но повторение мать учения пойдем дальше кроме того в концентрации развития россии до 2020 года ой в концепции простите развития россии была такая концепция вот само правительство вот это работодатель оно поставило перед собственниками вопрос о необходимости существенного повышения зарплаты поэтому работодатель находится как бы под давлением с двух сторон ему и сверху рекомендовали ну а снизу можно рекомендовать только если коллективными действиями наши рекомендации для него ничто если даже сверху они не слушают это все так как сами в принципе руководство у нас является работодателем ну там ну или слугами их с другой стороны коллективные трудовые коллективы конечно при условии способности организованность организовываться и освоить стратегию борьбы требовать а не вымаливать стоимость своего товара рабочей силы 2020 год на пороге от существенного прироста зарплаты не видно и даже зарплата назначенная самим совокупным работодателем то есть государством в лице правительства около 2700 долларов это вот то что они сами назначили что вот 2000 до 20-го года должна вот так подняться зарплата как-то они не спешат ее поднимать я думаю мало у кого такая зарплата существует они сами себе взяли фору 10 лет и думаю без наших коллективных действий эта фора продлится еще на очень долго если они до сих пор они пока об этом не заикаются но при условии что рабочий класс так и не организуется и не будет требовать этой суммы при помощи коллективных действий покупатель товар рабочей силы и не примет стоимость нашего с вами труда ни на копейку не поднимет собственник не может не оплатить вообще другому собственнику какой-либо товар за электричество не может не заплатить да он ему отключит электричество за сырье он не может не заплатить ему просто не дадут сырья просто не поставят сырья а почему он может не платить свою стоимость за товар рабочую силу которым мы знаем что нужны все материальные блага которые для воспроизводства они просто крайне необходимы тем более это не просто товар какой-то это человек как бы высшая форма материн хотел сказать товар но смешно а кто виноват в том что позволяет кто позволяет не платить за этот товар тот кто позволяет ему это делать или тот кому позволяет ну если меня никто не заставляет они они просто пользуются да вот этим потому здесь вот и товарищ Бобинов говорил и еще люди говорят что нужно какое-то начало просто потому что результаты хотят все с кем не разговаривать результаты когда у вас революция будет когда еще глупости говорят говорю когда вы что-нибудь начнете глупости перестанете говорить потому что вообще-то это от вас зависит мы здесь в этом отношении работаем но мы не можем здесь так вот просто взять какой-то маленькой группкой и общественно-экономической информации перевернем это дело рук вообще рабочих классов тем более в скором будущем похожий так может работникам может пользоваться правом трудового спора вот это я может быть так тем более это разрешает нам трудовое законодательство и надо этим пользоваться тем более в скором будущем похоже его хотят забрать но не знаю это мое мнение лично и за что возможно предстоит еще тоже в скором будущем побороться на это указывают все признаки плавно перетекающие один из другой как извиня одной цепи это пенсионная реформа и разговоры о ликвидации всех советских нормативных актов под которыми могут попасть и трудовой кодекс или какие-то его лучшие части из этого кодекса допустим там вот и и разделение рабочей недели на две части при котором могут уже не штрейбрехеры конкурировать и выжимать одних рабочих более более дорогих а уже сами смены будут соревноваться я не думаю что три дня останутся пустыми и не будут работать какие-то станки предприятия и так далее скорее всего как-то это все вакуум заполнится какими-то людьми за счет нужды просто а нужда откуда возьмется из-за низких зарплат скорее всего вот и тут уже конкуренция появится между рабочими двух семян возможно плюс изменение рабочего дня так как это никто нам не обещает то вот тоже здесь об этом звучало сегодня уже никто не обещает нам сократить рабочий день при том что хотят сократить рабочую неделю и даже очень упорно об этом молчат как-то все ведь только слепой не может увидеть и не свяжет в одну цепочку выгоды одного класса все эти события повышение зарплаты это просто долг трудящихся так как в противном случае без борьбы и сопротивления вся прибыль уходит за рубеж на развитие наших конкурентов которые всячески стимулируют нашу гибель как самостоятельное государство а наши предприятия в таких условиях работают на износ разваливаются и продаются налом как например московские ЗИЛ а ЗЛК и так далее сегодня еще какие-то примеры здесь тоже звучали необходимо ускоренно перенимать опыт у старших профсоюзных работников проводить семинары обучения обучать уполномоченных по охране труда держать связь с фондом рабочей академии с российским комитетом рабочих необходимо ускоренно так это на сегодня у трудящихся российской федерации есть не только необходимость обучения использовать имеющийся опыт борьбы за повышение стоимости рабочей силы и техники управления государством через экономическую основу ну и возможность этому обучаться при помощи фонда рабочей академии российского комитета рабочих рабочих красного университета организованного при помощи фонд рабочей академии все это по интернету можно здесь это все бесплатно я считаю мы вообще в какой-то привилегированной такой обстановке рабочий класс российской федерации находится что ему это все просто как на блюдечке преподносится все эти знания и грех этим не пользоваться при помощи обучения и коллективных действий можно будет остановить развал экономики и за неумение и нежелание нашей буржуазии организовать производство да и как она может желать если самый примитивный покрывшийся вековой пылью и плесень не метод увеличения прибыли посредством поднятия цены и понижения зарплаты и увеличения рабочего дня пенсионного возраста и налогов и так далее при полном отсутствии по сей день сопротивления какого-либо со стороны работников ну не везде конечно есть примеры мы сегодня видели где-то профсоюз организовывается что-то делается конечно для нас на сегодня медики такой пример очень яркий равняться надо рабочим на медиков может быть у них таблетка какая-то есть для храбрости я не знаю надо делиться понятно тут уже такие но высокая зарплата вынудит просто вкладываться в научно-технический прогресс буржуазии извлекать больше прибыли из машин а не только людей что приведет к развитию экономики Российской Федерации отпадет необходимость продавать и развивать предприятия разваливать предприятия извлекая из этого лишь сиюминутную краткосрочную выгоду ради интересов одного собственника и гибель всей индустрии и всей экономики в целом так как она становится более ущербной при жесткой империалистической конкуренции соответственно за этим тянется и гибель всего общества проигравшего этого конкуренции примеров тому полно от Югославии до Ливии и Украины находящейся в полной зависимости уничтожив почти полностью свою экономику и разорвав свои экономические связи в угоду единиц наплевавших на все общество и свою собственную родину разменяв ее на доллары США в Российской Федерации такой соблазн как и на Украине тоже присутствует и видны его проявления но у нас пока еще есть потенциал и возможность выбраться из этой искусственной стагнации и болезненного состояния экономики так как у нас вроде как пока еще есть все институты все настолько сведено оптимизировано до мизерного состояния сокращено развалено но пока еще вроде есть все и оборонка и тяжелая какая-то промышленность и все хотя в малых количествах ну вот похоже у нас все дело что мы немножко пассивничаем чахаем в Российской Федерации такой соблазн ага повышение зарплаты это вообще лекарство от инфляции по причине роста оборота за покупательной способностью соответственно и прибыль растет также желание поднимать цены падает при условии систематичные и существенные компенсации зарплаты суть инфляции это ограбление становится менее эффективной при наличии постоянного сопротивления и дорвавшиеся до чужого добра производства собственники при этом начинают учиться организовывать производство и становятся конкурентоспособными повышение зарплат тянет за собой огромную цепь выгод для всех собственников и трудящих но решить ее потянуть должны все-таки трудящиеся также есть еще положение и посолу которому оно до 2019 года должно было быть проведено согласно федеральному закону 426 с 2013 года в этом положении тоже может только помочь коллективные действия там где ухудшены условия труда вредность там снята или еще что-то только коллективные действия могут помочь и там где коллектив разрозненный одиночки они становятся просто жертвами этого беспредела собственно не таком в связи с вышесказанным все трудящиеся особенно рабочим в силу объективных причин присущих рабочему классу то есть возможность останавливать или приостанавливать поток прибыли капиталист больше ничего и не боится кроме как этого наверное своего кошелька за свой кошелек боится на сегодня крайне необходимо организовывать и проводить коллективные действия экономические положения а экономические интересы это то что объединяет всех трудящих без исключения соответственно необходимо вокруг этого интереса всем сплотиться превратившись в огромную силу способные запустить производство и останавливать запускать и останавливать производство требовать отработать соблюдение прав трудящихся улучшения условий труда жизни так как это цель всего производства и народного хозяйства а не производства ради производства на благо всего лишь одного хозяина для достижения общей экономической цели доведения зарплаты до стоимости рабочей силы необходимо дальше по пунктам идут то что надо включить в коллективный договор обязательно на тех предприятиях конечно где нет профсоюзной организации необходимо ее создать хотя бы из трех человек для начала так как должно быть положено начало просто и доводить потихоньку до 50% составлять колодоговор и обсуждать в коллективе основные его пункты это вот при обсуждении этих пунктов именно вот потихонечку может этот процент и подниматься так как интерес будет вызывать я думаю все таки экономический интерес так как всех объединяет люди могут спорить что угодно говорить но вот пусть спорят говорят и вносят свои мысли в этот колл договор вносить в колл договор конкретные значения повышения реального содержания зарплаты инфляции плюс 10% вот это реальное содержание зарплаты 10% это желательно провести расчеты величины провести расчеты величины стоимости рабочей силы для работников данного предприятия для наглядности аргументов так как работодатель будет этого требовать просто с потолка цифры конечно не подойдут как правило вот товарищи рассказывают когда в спор входили с работодателем это конечно воздействовал и он не мог не согласиться с этим ну дальше разговался уже шел другой разговор то что денег нет а это уже другая ступень борьбы это уже коллективные действия другие вот есть у него или нет это там забастовка пусть решает вносить в кол договор конкретный значит провести расчет величины составить для включения в кол договор графики повышения уровня реального содержания зарплаты 10 процентов ежегодно за 8 лет так можно будет выйти на стоимость рабочей силы если брать ее от стоимости рабочей силы конечно если индексация зарплаты там два раза в год можно если индексация зарплаты там договариваться то ее можно там два варианта можно то ее нужно хотя бы два раза в год повышать можно и больше и тоже и обязательно 3-5 процентов сверх инфляции этой еще добавлять ну можно что-нибудь больше там с вас все равно мы же при рынке живем да и будем торговаться вот требования тарифной части зарплаты а не выплаты которые работа работодатель может забрать вот к сожалению многих людей сегодня вот разговаривали тарифная часть сама она небольшая а то что можно забрать премиальные там еще что-то это все основная часть зарплаты с этим вот надо прекращать и более большую тарифную часть необходимо поставить вопрос сначала о более быстром повышении зарплаты потом более медленном но так или иначе должен быть сформулирован график приближения зарплаты к денежному выражению цены рабочей силы ну потому что это по 2 процента 5 там как торговать здесь это уже сложно и долго а если мы все-таки какой-то значительный процент поднимем в зарплате чем лучше себя уже чувствую больше чем лучше человек живет тем у него больше шансов и возможностей чего-то добиться вот и время на это есть и деньги так как время и деньги они одинаково нужны для того чтобы нормально существовать нормально бороться и так и так должна стать заклада должна стать одинаковы здесь штрейбрехера для российских работников так и приезжих работников тогда фокусы с заменой дорогих работников на дешевых могут прекратиться штрейбрехеры должны получать так же как и российские работники сведения до минимума основных оснований для сверхурочных работ что будет препятствовать сокращению и повышению стоимости часа труда требования обновления оборудования для повышения производительства с труда НТП то есть научно-технического прогресса увольнение работника только по соревнованию с правком один из самых важных таких пунктов на которых надо все таки стоять до последнего потому что все остальные если этого не будет сложно будет чувствовать себя на пороховой бочке вот вроде все как спасибо так садокладчик у садокладчика есть садоклад по данному вопросу здравствуйте Ильисуф Фальшат город Казань я не рабочий я так сказать мое классовое положение оно между рабочими и буржуазией я проповедник идей буржуазии на рабочих ну а для буржуазии я являюсь собственно ну недалеко ушедшим от рабочих трудящимся вот конкуренты к сожалению надо сказать что в нашей стране вот эту классовую структуру общество классовое сознание трудящихся оно ну трудящиеся его практически и лишились хотя мы являемся наследниками прогрессивных знаний огромного опыта классовой борьбы в нашей стране величайших побед рабочего класса вот с классовым сознанием трудящихся у нас все довольно плохо и только самые прогрессивные рабочие осознают себя классом и осознают необходимость борьбы за свои интересы например вот в коллективе в котором я работаю у нас довольно большое предприятие в городе Казани работники мои коллеги они в общем где-то года полтора два назад с усмешками встречали мои тезисы о необходимости перехода к шестичасовому рабочему дню и в общем это воспринималось ими как блажь какая-то вызывала улыбки насмешки воспринималось как что-то нереальное несуществимое ну и неправильное в нашей сегодняшней ситуации поскольку вся буржуазная машина средств массовой информации пропаганды при любом удобном случае нам вкладывает в голову то что для того чтобы хорошо работать хорошо жить нужно многое и упорно работать вот крепко засела сейчас в голову трудящихся и молодежи очень сложно от этого избавиться да еще нас пугают кризисами в стране и возможными внешними угрозами поэтому этот тезис буржуазный для того чтобы лучше жить нужно много работать он сейчас к сожалению владеет рабочими рабочими и вообще трудящимися вот и что касается вот этих вот моих слов в моем коллективе о переходе к шестичасовому рабочему дню как только весной председатель правительства России Медведев заявил о возможности перехода к четырех часов к четырех дневной рабочей неделе также вот тут же ко мне пошли значит мои коллеги с такими словами одобрения что вот видишь наконец-то вас услышали наконец-то вот даже в правительстве уже ну типа вы достучались там до кого-то наверху вот и это показывает что люди не понимают разницы между уплотнением рабочей недели и между сокращением рабочего времени это вот такой очень серьезный момент потому что это две диаметрально противоположные позиции одна позиция это благо для трудящихся а вторая позиция это безусловно безусловное такое зло потеря потеря всех завоеваний которые были на протяжении десятилетий даже уже столетий достигнуты несколькими поколениями трудящихся вот и нас сейчас к сожалению видимо будут подводить к тому что законодательно протолкнут вот четырехдневную рабочую неделю потому что уже очень часто и в средствах массовой информации в интернете появляются и опросы и статьи на эту тему мы знаем что ФНПР выступила с поддержкой поддержкой уплотнения рабочей недели вот ситуация в этом плане конечно печальная и нам нужно активизировать хотя можно сказать что рабочая партия России и здесь на российском комитете рабочих очень часто этот вопрос всплывает и обсуждается что нельзя этого допускать и во многих наших роликах в интернете звучат эти разъяснения по поводу разницы между уплотнением рабочей недели и сокращением рабочего времени что это не одно и то же но вот все равно до массы трудящихся вот эта разница она не видна и нам всем нужно активизироваться в своих рабочих коллективах чтобы доводить до своих коллег товарищей вот что это диаметрально противоположные позиции другой значит мы сейчас я сейчас сказал о рабочем времени потому что это я считаю что самый важный момент самый важный момент нашей борьбы экономической вот другой важный пункт это повышение заработной платы и доведение ее до уровня стоимости рабочей силы можно сказать что подавляющее большинство трудящихся вам не сможет ответить что такое стоимость рабочей силы ну или заявят что это столько сколько им платят зарплату то есть люди не понимают что такое стоимость рабочей силы вот и в этом вопросе тоже нужно людям показывать что такое стоимость и чтобы они понимали к чему они должны стремиться какая какую зарплату какую цену за их рабочую силу им должны собственно платить то что такое рабочая сила это совокупность духовных физических потенций которые всякий раз выпускаются опускаются в ход человеком при производстве материальных благ то есть стоимость рабочей силы должна обеспечивать потребности развития работников и членов семьи андрей уже говорил об этом я повторился потому что считаю что вот это если кто-то этого не понимает то чтобы это сильнее зашло что называется вот при капиталистическом способе производства при капитализме мы сейчас живем капиталист должен соединить средства производства и рабочую силу получить прибавочный продукт который потом он всегда присваивает и собственно за счет этого развивается на деле же у нас вместо вместе с прибавочным продуктом капиталистами присваивается изрядная часть стоимости рабочей силы то есть рабочим платится только ну скажем так крохи для поддержки штанов и на самом деле эта сумма она мало зависит от того сколько мы будем работать там 6 часов 8 часов 12 часов то есть нам в итоге будут будет преподноситься такая сумма которая будет которая будет поддерживать наши штаны что называется вот почему так происходит потому что к сожалению трудящиеся не объединены и не ведут не ведут борьбу за свои интересы потому что есть безработица есть страх потерять работу и каждый смотрит что за воротами предприятия есть страждущие получить его место потому что нет свободного времени для обвинения и обучения и организации коллективных действий вот эти пункты нужно стараться воплощать жизнь и собственно нужно начинать объединяться вести борьбу хотел хотел вести цифры по тому сколько же сколько стоит сколько стоит рабочая сила вот по методу расчета фонда рабочей академии который был выполнен нашими товарищами для москвы это в номере 5 за 18 год такая статья это у нас газета московский рабочий за рабочее дело вот здесь значит получается стоимость рабочей силы цена рабочей силы денежные выражения 263 тысячи рублей в месяц это стоимость это цена рабочей силы с учетом налогов если брать без налогов то где-то 229 тысяч рублей нужно сказать что эта цифра она для разных городов разных регионов будет разной потому что здесь большое влияние вносит стоимость стоимость жилья стоимость расходов на его приобретение стоимость коммунальных платежей и другие некоторые моменты и нашим товарищам было предложено провести такие расчеты для своих городов своих регионов вот я собственно тоже произвел такой расчет со своими коллегами на работе вот и мы пришли к такой цифре для города Казани причем эта цифра она была моими товарищами сильно скорректирована по некоторым пунктам считаемся жителем провинции и вроде как запросы наши скромнее вот но все равно цифра получилась где-то в районе 180 тысяч или с учетом уже уплаченных налогов рабочий должен получать 160 тысяч на руки вот к таким цифрам примерно к таким цифрам мы должны стремиться он должен стремиться и вот собственно столько и стоит наш труд цифра официальной статистики нам говорят что средняя заработная плата в России она там по разным источникам от 42 до 44 тысяч сейчас и хотя вот это это число оно не отражает реального положения дел потому что это средняя зарплата это ну такой очень спорный показатель вот но даже исходя из него видно что цена которую нам платят она существенно ниже чем чем стоимость рабочей силы вот тут может возникнуть такой вопрос может ли могут ли работодатели могут ли капиталисты платить вот такие ну довольно большие суммы 180 260 тысяч мы все знаем сколько денег уходит за рубеж в офшоры сколько денег тратить тратиться на топ-менеджеров не только на их зарплаты а на там есть другие статьи расходов как они тратят эти деньги как они выводят деньги из прибыли предприятий и вот в этом же номере газеты есть такая табличка она мне очень нравится я ее всем показываю это товарищ Лысков подготовил такую иллюстрацию и вот здесь на примере акционерного общества Северсталь показано что владелец акций за год это господин Мордашов значит он получил доход доход в 6 раз больше чем все работники его предприятия вместе взятые это вместе с руководителями менеджерами видимо то есть получается что возможности возможности для увеличения заработной платы в разы трудящимся они как бы есть возможно мне скажут что это такие крупные предприятия это предприятия создающие прибавочную стоимость а вот мелкие предприятия вроде как они вроде как они участвуют в перераспределении этой прибавочной стоимости они доля участия их в создании она невелика и поэтому у них таких возможностей нет ну в общем то это как бы не вопрос трудящихся это вопрос капиталистов как они при помощи средств производства и рабочей силы будут создавать прибавочную стоимость вот стоимость рабочей силы она должна быть оплачена в общем то сполна и мы должны понимать за что бороться и пропагандировать пропагандировать это и в общем все спасибо дарпатчикам товарищи прежде всего делегаты совершающим голосом прошу выступать по данному вопросу я бы хотел Кугек Антон Сергеевич рабочий водитель грузовика я бы хотел напомнить по поводу вопроса которые по прошлой теме по поводу значит заработной платы есть ли возможности у предприятий выплачиваем её по стоимости и по поводу производительности производительность берется по стоимости и это же имеет ввиду что на передовом производстве даже если это где-то производится там каким-то каменным топором то она выходит и все равно этот товар он выравнивается по стоимости а по поводу расчета заработной платы У товарища Кучука на сайте Фонда Рабочей Академии есть расчёт методом Маркса по крупным предприятиям, таким как Лукоил, Газпром, Роснефть. И оттуда выводится соотношение прибыли к Фонду заработной платы, что оно где-то в 5-7 раз. И даже тот расчёт берётся не на производительных рабочих, а на, по-моему, вместе с управляющими, вместе с интеллигентами. Даже такой расчёт показывает, что в 5-7 раз это соотношение. Вот это и действительность получается о том, что реально, значит, товарищ тоже выступал перед этим, что показания делали расчёт. И, значит, стоимость рабочей силы 180 тысяч, и в соотношении с тем, что общепринятая средняя 40, вот она и показательно получается. Вот эта разница в 5 раз. Здесь мы её тоже видим. Вот законоверность просматривается. Спасибо. Корольку Евгений Александрович Ленинград. Я бы хотел заострить внимание на негативных последствиях низких зарплат. Ну, прежде всего, низкие зарплаты вымывают кадры с предприятий. Прежде всего, кадры высококвалифицированные. И на этом дефиците кадров падает качество выпускамой продукции. Падает качество конструкторской документации. В общем, и в целом деградация производства происходит. В отношении работников низкие зарплаты ведут к чрезмерной закредитованности всех работников. Ухудшение здоровья, падение общекультурного уровня и в общей деградации рабочей силы. А это отсутствие воспроизводства рабочей силы ведёт к вымиранию населения. Уменьшению в стране. Потом, по этой величине зарплаты. В колд договор надо просто заключать. Ну, сейчас, как бы, 25 тысяч, средняя, ну, как бы, минимальная. На всех предприятиях оплата труда принята. Надо 50 забивать, который этот, ну, тариф этот. А всё остальное уже, как бы, ну, в качестве премии, доплаты. Ну, и отказаться от модернизации в современном производстве невозможно. Потому что на рынок, всяким промышленным, уже потребуются товары, очень высокоточные. Все эти коробочки диэлектронных схем, там, на обычном, современном, ну, то есть, ну, который в прошлом оборудовании уже не добиться этого. Уже надо высокоточное, значит, оборудование. И волей-неволей, для того, чтобы остаться на рынке, предпринимателям и работодателям придётся приобретать это оборудование. И, соответственно, производить обучение. Спасибо. Ну, и хочу заметить, что тема доведения стоимости, тема доведения зарплаты до стоимости рабочей силы неразвенно связана с шестише своим рабочим днём. Потому что работодатель нам что говорит? Нет денег, ну, нет денег, будем меньше работать. Что как раз и есть в шестише своём рабочем дне. Так, товарищи регаты с решающим голосом. Прошу выступать по данному вопросу. Здравствуйте, товарищи. Сонин Евгений Вячеславович. Город Тула. Тульская область, город Венёв. Рабочий. Тула электропривод, токарь. Что хотелось бы... Сперва, так сказать, небольшое предисловие. То есть, сам живу я в городе Венёве. Работаю в Туле. Соответственно, то есть, километраж от Венёва до Тулы. 50 километров. Плюс ремонт дороги. Вот. То есть, езда занимает около двух часов. Вот. Ну, это просто как... Так сказать, предисловие тому, что... Почему нужен именно сокращение рабочего дня. Вот. То есть, и почему оно именно по факту увеличит производительность труда. Потому что, то есть, когда проходят выходные, и в понедельник приезжаешь на работу, то есть, уже более-менее отдохнувший и выспавшийся, то есть, соответственно, ты нормально читаешь чертежи, не путаешься, да. То есть, получается, всё в руках держится, как положено. Вот. Вот. И... То есть, получается, что за понедельник, вторник и среду, то есть, производительность у тебя выработка очень большая. Вот. Но потом идёт спад. То есть, складывается, так как я встаю в 4 часа утра, вот, складываются за всю неделю эти недосыпания, и в четверг-пятницу, соответственно, уже всё падает. Вот. Поэтому, это действительно по факту так и есть. То есть, когда человек высыпается, его условия труда намного лучше, вот, то, соответственно, и работа идёт быстрее. Вот. И падает производительность труда на много... на очень много. Вот. Потому что детали сложные. Вот. То есть, всякие направляющие с многими переходами. Вот. Соответственно, тут нужно и думать быстро, и руками работать быстро, так как всё-таки это не ЧПУ, а 1К62, то есть, ещё с советских времён. Вот. Ну и... Дальше я к чему хотел сказать. Просто, слыша сумму в 50 тысяч, и даже в 30 тысяч, и в 40 тысяч, мне становится грустно за мою зарплату. Вот. Так как она составляет всего лишь 16 тысяч. То есть, это с вычетом дороги и с вычетом налога. Вот. Соответственно, так как я отец-одиночка, вот, ну, бегать по предприятиям, то есть, и искать новую работу, где даже пускай 30 тысяч платят, но, соответственно, пока я её найду, эту работу я опять же потеряю, и останусь без денег. Вот. Поэтому я сижу там, где сижу. То есть, где есть. Но и, так сказать, есть и продвижение на том предприятии, где я сейчас нахожусь. То есть, когда я только туда пришёл три месяца назад, у меня был испытательный срок. Вот. Я... То есть, пропагандировал людям, что нужно вот этим вот орудием пользоваться. Вот. То есть, у них была забастовка, то есть, я об этом услышал, вот, от рабочих, то есть. Но забастовка была, то есть, не вся процедура, вот, а всего лишь для того, чтобы завод оставили открытым. Вот. Соответственно, за это они боролись и победили, вот, но свои, так сказать, положения не улучшили, вот, потому что, в принципе, не знали, что делать дальше. только в одном направлении. Вот. Поэтому я туда пришел, вот, и, то есть, когда люди слышали от меня коллективный договор, те, кто старые работники, соответственно, когда-то проводили эти забастовки, более-менее знают. Вот. Вот. Ну, я работаю с молодыми, и мне пришлось, как бы, пропагандировать им. Вот. И возникало очень много таких вопросов. Вот. По поводу, а кто даст это сделать? Во-первых, для того, чтобы что-то делать, не надо ни у кого ничего спрашивать. Мы же, то есть, нам дали задание, да, мы же не спрашиваем там, в какое время делать нам эту деталь. Вот. То есть, мы берем и делаем. Берем чертеж и делаем. Вот. То есть, и если я буду капиталисту спрашивать, дорогой товарищ работовзятеля, а можно я, так сказать, буду против вас бороться. Да, то есть, ну, это будет глупо, и даже по звучанию глупо звучит. Вот. То есть, ну, и есть, там был такой случай на этом предприятии, то есть, шел мужчина на обед, вот, ну, пожилой уже, вот, работает он на шлифовке, и подбегает к нему женщина с администрацией, и говорит, товарищ Алексей, а можно вот подписать бумажку? Он говорит, я иду на обед, то есть, я не могу сейчас подписать, вот, то есть, я не могу подписать, не прочитав. Вот. Она, ну, а что вы подпишите, что вы мне не доверяете? Вот. Он говорит, сейчас капитализм, говорит, я себе-то, говорит, не верю, а еще вам буду верить. Вот, пообедаю, говорит, приду, и так почитаю, и тогда приму решение, подписывать или не подписывать. То есть, я понял, что с такими людьми все-таки, наверное, бороться можно, просто чуть-чуть не хватает знаний. Вот. Ну, то есть, и в трудовом кодексе, есть вот в этом вот, во всем оружии. Вот. То есть, и как бы, дальнейшая моя работа дала плоды. То есть, я нашел уже людей, которые согласны вместе со мной возглавить. Вот. Но я им сказал, что желательно бы либо закончить раз университет, чтобы хоть какие-то знания получить. Потому что, так получается, что я один вот этим занимаюсь вообще в Тульской области. То есть, да, например, на заводе занимаюсь. Вот. Соответственно, тяжело. Ну, так сказать, я так думаю, что, скорее всего, они примут правильное решение и отучатся в красниверситете и, возможно, даже вступят и в партию. Вот. И, то есть, я так думаю, что в ближайшее время мы напишем и коллективный договор для нашего завода и, соответственно, из партии уже есть люди, которые, Ксения Старцева предложила помощь. То есть, ну, много людей, кто предлагает помощь в создании коллективного договора для нашего завода. Вот. То есть, победа будет за нами, как говорил товарищ Сталин. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, товарищи, по данному вопросу еще выступление. Пожалуйста. Называется, что будет, как? Да. Бобин Григорий Вячеславович, председатель первички профсоюзной организации действий в городской поликлинике номин 52, председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фонда рабочей академии. Товарищи, сейчас вы наверняка слышали, что прогремела забастовка в Казани, там, крановщики остановили краны на многих стройках и добились улучшения условий труда и повышения заработной платы. И хотя забастовка возникла стихийно без особой подготовки, там были всякие нюансы, их было много, но все-таки они всколыхнули всю страну и по большому счету сейчас крановщики во многих городах, да по большому счету во всей России задумались о своем положении и о положении вообще рабочих на стройке. И смотрите, какой момент, да, то есть если, ну, почему люди боятся? Боятся криминала, потому что нас, допустим, считается, что строительство одна из самых криминальных вещей, но на что-то вот такое смотреть, это все ерунда, то есть, ну, не ерунда, но не надо на это очень вот сильно обращать внимание, все равно надо начинать коллективно бороться, и, как показывает опыт Казани, даже неподготовленные и по большому счету стихийные мероприятия провели к улучшению условий труда и повышению заработной платы. мы провели консультации по этому делу, по этой ситуации с коронавщиками, коронавщики именно на инициативный комитет выходят со всей страны, и, соответственно, нужно что-то делать уже сейчас, но люди побаиваются. Плюс есть непонимание того, что же конкретно делать, вот пошагово, что делать, вот именно вот взять и сделать. Возникла, например, проблема из ничего, мы даже не понимали, что такое может возникнуть, это создать профсоюз. То есть люди думают, как же так создать профсоюз? Что же такая вот вещь такая сложная? Ну и как бы объясняем, что вещь вообще не сложная, берете три человека, собираетесь, пишете протокол, и в этом протоколе понятное положение, сразу возникает вопрос, а как же юрлицо, вот юрлицо всем нужно? Объясняем, что не нужно никакого юрлица. Юрлицо это отдельные затраты, отдельные головомойки, опять же, юрлицо для чего? Для того, чтобы отвечать в суде. Кто хочет отвечать в суде? Никто. Ну для чего вам тогда это юрлицо? Непонятно. Поэтому шаги достаточно простые, и я как бы, это просто предисловие к тому, как повышать себе заработную плату до стоимости рабочей силы. Хотя бы с простых шагов вот в условиях короновщиков. То есть смотрите, вы создали профсоюз. В профсоюзе есть такая должность, как заместитель по охране труда. Этого заместителя по охране труда несложно проучить. В принципе, есть такая мысль на базе фонда рабочей академии совместно с профсоюзом высота открыть, именно профсоюз короновщиков в Ленинграде высота, открыть такие курсы, где будут желающие с различных городов получать вот эти корочки по охране труда, то есть вот этих инспекторов. Каким образом повышается зарплата на предприятие? Все знают, что должен вестись табель рабочего времени. Где на стройках ведется вот этот банальный табель рабочего времени? То есть инспектор труда от профсоюза, если на этой стройке есть люди с этого профсоюза, соответственно если нету, то как он туда попадет? А если есть, извините, уже есть прямой допуск, да, и приказ о профсоюзах читаем, ну этот, ну понятно, и понимаем, что допуск он имеет. Возникает вопрос, где табель рабочего времени? Табеля нет. Соответственно ставится вопрос, табель на этой стройке появляется, как с помощью этого табеля рабочего времени увеличить себе заработную плату. Очень просто. Все понимают, что эти крановщики сейчас с кранов просто не слезают. Они там работают по 12 часов в день через день. Итак, у нас есть трудовой кодекс Российской Федерации, который говорит, что у нас 40-часовая рабочая неделя. Понятно, что если 12 через 12, там сразу пахнет о 48 часов рабочего времени. Соответственно, 8 часов это идет уже переработка. Переработка у нас оплачивается по трудовому кодексу первые 2 часа полтора полтора от нормы и следующие в двойной оплате. То есть просто введя табель рабочего времени вы уже повышаете себе зарплату на законных основаниях. Второе. Возникает табель рабочего времени. А где выходные? Где конкретно выходные? Они должны там быть прописаны. И если человек попадает его работы на выходной, то выходной оплачивается в двойном размере. То есть организовывая профсоюз, проходя учебу, которую скорее всего организуем в ближайшее время на базе фонда рабочей академии и профсоюза крановщиков именно Санкт-Петербурга, который называется «Высота», имея таких инспекторов, много таких инспекторов на свой конкретный регион, там допустим на Казань, на Владивосток, на Нижний Новгород, уже сможем контролировать вот по таким банальным вопросам, где не нужна никакая забастовка по большому счету. Здесь просто нужен именно контроль. Все это будет достигаться в процессе контроля, но вы понимаете, да, даже вот такими минимальными действиями, позволит организовать профсоюзы на каждой стройке, вмешиваться именно в то, что творится на стройках, в организациях, всему профсоюзу, ну, именно всему региону, то есть, если вот это все подключать именно со всего региона для осуществления контроля за конкретными стройками, это позволит даже вот на таких, вот на таких простых действиях повысить зарплату. Ну, я понятно говорю или не очень сейчас? Все понимают, что такое таблие рабочего времени и что он сейчас нигде не ведется. Мне интересно, закон уже нельзя в большее, чем, например, количество... Да, в год не больше 120 часов. Нельзя перерабатывать больше 120 часов в год. А тут, если рассчитывать даже 48 часов, получается, уже за полгода эта вся норма вылетает, ну, и потом получается, что и даже то, что ты перерабатываешь, никто сейчас не платит. То есть, вот сейчас разговор идет о том, что уже, то есть, мы, наш российский комитет рабочих пытается организовать рабочих. Надо, мы понимаете, вот говорим, например, профсоюз, и дальше идет сразу забастовка. А есть еще такое понятие, как коллективная борьба. До забастовки еще далеко. Надо организоваться просто коллективно небольшими, вот действиями просто за свой табель постоять. Например, если работодатель не ведет табель, это же беззаконие. Рабочий может сказать, товарищи, вот вы там лихие товарищи, вот вы за беззаконие, а мне надо закон. Вот я боюсь, мне по закону поведите табель моего рабочего. Вот вы за беззаконие, вот пожалуйста. То есть, вот какой разговор. Но опять же, смотрите, пока рабочие не организованы ни в какие профсоюзы, то есть, как я, например, допустим, я датучусь где-то, буду на соседней стройке, я готов помочь на этой стройке, прийти с другой стройки, не заинтересованной, да, там, и на меня давление никакого не может быть, но человек стоит в мой профсоюз, но я не могу туда попасть, потому что там нету моих профсоюзников. То есть, все равно нужна какая-то организация, чтобы прийти, допустим, в соседние стройки. Почему возникла эта проблема? Видите, крановщики, их в принципе много, но они работают по одному, два, по четыре человека на стройке, несмотря какая стройка. И вот эта разобщенность, да, когда просто вот отдельно крановщики, отдельно строители, ее тоже надо как-то решать. Ну, вот хотя бы по крановщикам есть вот такое вот решение проблемы. Но опять, видите, мы стекаемся опять к тому, что хорошо бы, чтобы на всей стройке было взаимодействие, что в профсоюз вот этот вот вопрос там, там эти черножопые, там вот это начинается, вот они там еще что-то. Я врач, я оказываю, я из Советского Союза родом, у меня нету такого понятия, как черножопые, гастробайтеры там. У меня нету, я оказываю помощь, всем лечу вообще без всяких вообще вопросов. Мы должны вот именно наш Российский комитет рабочих именно говорить, что нет у нас такого. Раз вы здесь работаете на стройке, давайте вместе бороться за свои права. Только так. Потому что, например, у крановщиков такая проблема, что их просто избивают там на стройке. Он не лезет на кран, ну, потому что все, рабочий день за это закрыт. А его избивают эти же самые рабочие, потому что им надо деньги зарабатывать и работать сверх нормы и на износ, только из-за того, что там копейки платят. Поэтому, ну, вернусь к повышению заработной платы. Во-первых, надо объединять всех на этих стройках, ну, конкретно на стройках, не только крановщиков. Крановщики, так как являются элитой на стройке, потому что это высококвалифицированные, рабочие, их достаточно, ну, вот в этом плане проучить, они все это понимают, они, ну, на одной из самых сложных техники работают на стройке. Соответственно, они весь этот материал, как инспектора, они это очень быстро впитают в себя. И речь идет о том, чтобы от регионов было много таких инспекторов, но для этого, опять же, надо объединяться в профсоюзы. Надо начать с того, что просто объединяться в профсоюз. Еще раз повторю, здесь как бы камеры пишут, потом это все будет в большом доступе. Для того, чтобы организовать профсоюз, надо всего три человека, не надо никаких юрлиц, не надо себе эти мозги загружать. Возникает, вот мне только что звонили из Калининграда строители, говорят, а мы не понимаем ничего с уставом. Ну, возьмите просто обычный устав, скачайте, вот ФПР есть такой хороший, там за все хорошее просят всего плохого. Они говорят, а если нам не понравится? Не понравится, вы соберетесь в следующий раз и в протокол запишите, вычеркиваем какие-то пункты из такого-то устава. А сколько раз собираться? Ну, вот сколько там написано в уставе? Восемь раз. Вы скажете, нам много. Вычеркните восемь и запишите, вот мы решили собираться два раза утром. И все, все, ой, как вы нам облегчили. А у нас тут юристы говорят, у вас специальность не подходит под этот профсоюз. Какая специальность? Организовали профсоюз, все равно надо три человека всего. И все, и понеслась работа. Потому что пока вы ходите и друг к другу там гундите, ну деньги плохые, вот это плохое, это одно. А когда вы организовали именно организацию и написали уже себе план, вот делаем это, это и это, и уже дело двинется, от гундежа перейдем к конкретным действиям. Так что вот, товарищи, что касается повышения зарплаты, уже можно даже как бы воспроизвести институт, то есть профсоюз есть, есть заместитель по охране труда, но чем он занимается непонятно. То есть, дело за корочками, дело за учебой, как бы фонд рабочей академии, это все дело, я думаю, организует в ближайшее время, не будет никаких проблем, чтобы прийти на стройку, козырнуть корочкой, ну и люди научат, что говорить, как говорить, на что обращать внимание, и это повлияет в том числе на повышение уровня заработной платы. Спасибо. Я тоже хотел выступить по данному вопросу. Ну, во-первых, что я хотел сказать, что в экономике, если брать всю страну в целом, решающее значение имеют крупные предприятия, потому что на крупных промышленных предприятиях, в материальном производстве, только там создается вся стоимость. И вот для примера значения крупных промышленных предприятий, вот у нас есть статистика от администрации города Электросталь, что в городе Электросталь одно крупное промышленное предприятие, это ПАО Машиностроительный завод, доля прибыли, в общем объеме прибыли всех предприятий города составляет 47%. При этом на почти 6 тысяч малых и индивидуальных предпринимателей приходится всего лишь 19% от общего объема прибыли. То есть одно предприятие приносит в два с лишним раза больше, чем почти 6 тысяч мелких и индивидуальных предпринимателей. Таким образом, что я хочу сказать, на крупных производствах промышленных производительность труда уже настолько выросла, что каждый работник приносит очень большое количество прибыли. и если крупные промышленные предприятия есть, ну даже не крупные, а средние предприятия, где достаточное количество людей работает, там не может не быть прибыли. И такой речи, что денег нет, там это все сказки, естественно. И вот конкретно по моему предприятию, где я работаю, значит, согласно отчетам финансового предприятия, вот прибавочная стоимость, которую приносят работники, вот сейчас у нас в 2018 году 22 тысячи, вот 22 тысячи работников в 2018 году в среднем на каждого работника каждый работник приносит в год 3,18 миллиона рублей прибавочной стоимости. То есть вот где-то порядка 900 тысяч в год это вот его зарплата, а работодателю в качестве прибавочной стоимости он приносит 3 с лишним миллиона рублей. То есть это стоимость однокомнатной, а где-то в некоторых регионах двухкомнатной квартиры. И вот норма эксплуатации это отношение чистой прибыли к затратам на заработную плату работников, вот она всеми повышается вот в 2014 году это было 244 процента, то есть это значит, что работник в среднем заработал свою зарплату и в 2,44 раза принес прибавочную стоимость работодателю. И вот эта норма эксплуатации все повышалась, в 2015 году это было 234 процента, в 2016 году это вообще было 435 процентов, вот в 2017 году поменьше 362, и вот в 2018 году 346 процентов норм эксплуатации на моем предприятии, то есть работник зарабатывает свою зарплату и в 3,46 раза приносит прибавочные стоимости работодателю. Таким образом, и вот если в целом по предприятию смотреть, общий фонд заработной платы на 22 тысячи работников составляет чуть меньше 20 миллиардов рублей, при этом чистая прибыль, то есть прибавочная стоимость, которую работники принесли владельцам предприятия составляет 64 миллиарда рублей, то есть таким образом, если всем работают, ну понятно, что эти 22 тысячи это и начальники, и директора, и понятно, что рабочие, которые основную работу выполняют, у них зарплата меньше, а приносят они прибавочные стоимости больше, а у начальства, соответственно, зарплата больше, но прибавочные стоимости они приносят поменьше, то есть у работников норм эксплуатации рабочих обычных будет еще больше, чем 346 процентов. И вот получается, что если всем работникам на предприятии поднять зарплату в два раза и начальникам, и директорам, и рабочим простым, то получится 50 на 50, то есть 40 миллиардов это будет фонд заработной платы и больше 40 миллиардов это будет прибавочная стоимость, ну с единственной разницей, что 40 миллиардов на 22 тысячи человек делится, а прибавочная стоимость в размере из 44 миллиардов она делится на небольшое число собственников предприятия. И по поводу рабочего времени, значит, ну это в среднем опять же взято, то есть время, за которое рабочие вырабатывают свою зарплату, по моему предприятию, это 1 час 48 минут. Это в среднем. Понятно, что рабочие, раз они приносят больше прибавочной стоимости, они, у них это время, и зарплата у них меньше, это время у них меньше, и вот по расчетам, это вот по моему предприятию расчеты, а есть по другим предприятиям, крупным промышленным, вот товарищ Кучук делал расчеты, еще делал товарища расчеты, и в среднем по стране получается, что рабочие зарабатывают свою зарплату примерно за 40 минут, и все остальное время, это вот в день, все остальное время рабочий зарабатывает прибавочную стоимость для хозяев предприятия, и вот поэтому какие бы сказки проработатель не рассказывал, что у него нет денег, то есть мы видим, что денег полно, денег полно, и вот 50 на 50 у нас же социальное партнерство, мы партнеры, работники, работодатели, какое же это партнерство, когда 2 трети забирает несколько человек, а 1 третью остается на 22 тысячи, то есть это какое-то такое партнерство из 90-х годов, когда там рэкетиры под крышей держали, и под страхом оружия эти предприниматели мелкие отдавали там прибыль всю свою, а вот хотя бы 50 на 50 это уже ближе к понятию социального партнерства действительному. Ну вот все, что хотел сказать, как по факту происходит. Как вы нашли эти данные? Я хочу сказать, что сейчас у нас крупные промышленные предприятия, ну и вообще много, у них такая форма организации называется ПАО, это публичное акционерное общество, а публичное оно потому, что обязано свои данные, финансовые отчеты опубликовывать, и в интернете заходите на сайт предприятия, вот на сайт предприятия, можно зайти, там по годам прям бухгалтерская отчетность, годовые отчеты, там все написано про рост производительности, написано сколько денег, куда они уходят, откуда приходят, сколько зарабатывают, то есть это открытые данные, любой человек может взять, открыть и прочитать легко. И посчитать. По второму вопросу у нас есть проект постановления Российского комитета рабочих, нужно принять за основу, записать, перейти к третьему вопросу, чтобы успеть третий вопрос еще обсудить. Значит, постановление Российского комитета рабочих о борьбе за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба работников за повышение заработной платы как минимум до стоимости рабочей силы не противоречит борьбе за 6-часовой рабочий день. Нерабочее время только тогда становится свободным, когда оно обеспечено материально. В свою очередь, борьба за повышение заработной платы станет более действенной при условии разворачивания борьбы за 6-часовой рабочий день. Стоимость рабочей силы входит в стоимость всех произведенных товаров, но капиталисты стремятся свести ее денежное выражение, заработную плату рабочих, до минимума, обеспечивая лишь физическое выживание. В настоящее время величина заработной платы в 3-5 раз ниже стоимости рабочей силы. Рабочие тем самым лишаются значительной части необходимого продукта. Снижение заработной платы ниже стоимости рабочей силы подрывает развитие России в целом. Урезание необходимого продукта, полностью потребляемого рабочими внутри страны, приводит к падению производства продуктов потребления и производства в целом. Сохранение и развитие отечественного производства, жизненно важного для рабочего класса и существования России, становится задачей и делом организованных рабочих, борющихся за повышение заработной платы до стоимости рабочей силы посредством коллективных действий. Для решения этой задачи Российский комитет рабочих рекомендует 1. Бороться за установление уровня заработной платы на основании научно обоснованных норм потребления рабочего и его семьи согласно методике, разработанной докерами ОАО «Морской порт» в Санкт-Петербурге при участии Фонда рабочей академии. 2. Включать в коллективные договора график повышения заработной платы, исходя из нормы 5-10% в год сверхуровня инфляции, положения сохранения занятости, сокращения рабочего времени. 3. Добиваться удовлетворения своих законных требований коллективными действиями, включающими забастовку в форме сокращения рабочего дня до 6 часов. Прошу голосовать за то, чтобы принять данный проект постановления в целом. Кто за? Кто против? Весдержавшихся? За основу. Да, за основу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА